Продолжение следует... 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 Но обращаю ваше внимание, что прием осуществляется, как уже Алена Сергеевна сказала, в две волны приема. Весеннее прием документов до 22 мая, то есть осталось не так много времени. И осеннее прием документов с 1 августа по 15 сентября. Все поступившие в первую и вторую волну начинают учиться, учебный год начинается с 1 ноября. На что хочу обратить внимание, что по новым правилам, если мы закроем прием, контрольные цифры приема, в Москве это 15 человек, в Санкт-Петербурге трое в первую волну, то вторая волна приема не открывается. Поэтому если вы твердо решили поступать, то лучше не затягивать и поступать прямо сейчас, в мае и июне. И, соответственно, можно подать документы до получения диплома магистратуры, ну не специалитета. То есть вы подаете весь пакет документов, а диплом приносите тогда, когда вы его получите в июле месяце. Не обязательно, но желательно согласование вашей темы план проспекта с потенциальным научным руководителем. Обратите на это внимание. Если вы раньше интересовались поступлением в аспирантуру высшей школы экономики, то, может быть, знаете, что до прошлого года согласование реферата с будущим научным руководителем было абсолютно обязательно. В этом году такое требование факультативно. Ну и, наконец, возможность сдавать вступительные испытания дистанционно. Может быть, эта опция заинтересует тех, кто не в Москве, не в Санкт-Петербурге, в других городах. В общем, не обязательно приезжать для того, чтобы сдать экзамены. Но посмотрите в правилах приема о порядке предоставления возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний. Ну и со вступительными испытаниями все вообще-то очень просто. Иностранный язык. Программа есть на сайте. Оценивается из 50 баллов. Вместо экзамена можно предоставить сертификат. Перечник тоже есть на сайте. И специальность, как вы видите, оценивается из 100 баллов. То есть вес экзамена и вступительных испытаний по специальности вдвое больше, чем иностранного языка. И тоже новшество. Вступительные испытания по специальности состоят из двух частей. Конкурс индивидуальных достижений, портфолио. Это, собственно, вот новшество. Хотя не такое радикальное, потому что, может быть, опять же, если кто интересовался, в прошлом году и в позапрошлом существовал конкурс портфолио. Но он был сверх стандартного вступительного экзамена. А в этом году это составляющая конкурсного вступительного испытания. Ну и собеседование, которое тоже оценивается из 50 баллов. Ну, программа, опять же, повторяюсь, это важно, есть на сайте. И если у вас какие-то вопросы будут возникать, то вы можете, ну, не только мне сегодня их задать, но и написать мне на электронную почту тоже все координаты, контакты на сайте есть. Ну и на всякий случай, вот, если возникнут вопросы, этот слайд мы оставим на экране. И это состав портфолио. Обычно именно состав портфолио вызывает больше всего вопросов. Ну и, наверное, можно приступить уже к ответам на вопросы. Только я не вижу, где вопросы, Алина Сергеевна. Здесь пока все про... Вот, вот, у нас начинается. Так, еще ниже. Откуда? Откуда, Кристина? Так, а можно, кто мне сделает? Только так, ну ладно. Тогда я поближе, потому что, в общем, мне как-то не очень видно. Так, здравствуйте. Есть ли какие-то возможности зарубежных стажировок, конференций, школ и так далее? Если да, то какова процедура? Ну да, конечно. Как же без этого? Но процедура, что еще какова процедура? Она очень индивидуальная. Это и поиск грантов, и командировки через программы высшей школы экономики. Но это решается индивидуально. Вот сейчас аспирантка второго года обучения, она специализируется по Франции, на год уехала в Париж. Правда, она взяла академный выпуск, чтобы успешно освоить программу. А процедуры, ну процедуры разные, как я уже сказала. Так, какие, чего тут, какова вероятность, что будет только первая волна? Сколько человек подали заявление? Какой обычный конкурс? Значит, скажу честно, все-таки 15 мест это достаточно. Я не думаю, что нам удастся закрыть первую волну. Но поскольку это эксперимент, раньше у нас такого не было, и мы принимали только осенью, когда уже во всех других вузах вступительная кампания прошла. Что будет в этом году сказать, ну совершенно невозможно. Поэтому, как я уже сказала, лучше все-таки, если есть такая возможность, подать первую волну. Но, надеюсь, что будет и вторая. Сколько человек подали заявление? Не интересовалось, честно скажу. Эта информация, она вывешивается достаточно оперативно на сайте. Я специально не смотрю, потому что практика показывает, что все подают документы в последний день, буквально. Поэтому вот сейчас, у нас сегодня 12 мая, смотреть совершенно бессмысленно. Ну, где-то 21-го к вечеру, может быть, что-то вот уже будет. Хотя все выяснится только 22-го после закрытия приема документов. Конкурс в прошлом году у нас, опять же, понимаете, эксперимент. Все, что было, я могу рассказать только, что было. Что будет в этом году, это очень сложно. Почему? Потому что, как я уже сказала, в прошлом году и в прошлые годы для поступления нужно было подать реферат, согласованный с потенциальным научным руководителем и с академическим директором. Поэтому не все потенциальные абитуриенты добирались, собственно, до статуса абитуриента. Не скажу, что много, но несколько человек не прошли вот этот этап. После того, как все рефераты были утверждены, в прошлом году было полтора человека на место. Было, значит, 12 человек на 8 мест, но в результате нам удалось взять всех 12, но это, опять же, очень непоказательно. Так, какова вероятность... А, это уже было. Так, что-то крутить вниз, да? Так, что-то не крутится. А, вот, все, все, все. Нет, это почему-то вверх пошло. Господи, как они свой компьютер, это так напрягает? Так, на это я ответила, вот это, да? А, то есть здесь все время внизу будет, да? Да, да. Ага, так, скажите, пожалуйста, какой уровень английского необходим? Ой, вы знаете, вот это я вам не скажу. Есть программа, посмотрите, потому что я сама историк, принимаю вступительные испытания только по истории, но не скажу, что это какой-то запредельный уровень. Поэтому смотрите программу, может быть, если вас просто очень сильно волнует этот вопрос, напишите мне на почту, я переадресую вас кому-то из аспирантов первого года обучения, у них еще свежие воспоминания, как они сдавали экзамен в прошлом году. Так, ага. Нужен ли сертификат? Нет, не нужен, но это ваш выбор. Если у вас есть сертификат по языку, то вы можете не сдавать экзамен, и сертификат будет вам зачтен. Система зачетов тоже есть на сайте, но обращаю ваше внимание, что есть такая вещь, как академическая аспирантура. Для поступления на программу академическая аспирантура нужен сертификат по языку. Ага. Сколько пар обычно бывает, какой график обучения? Сразу скажу, что аудиторные занятия, как таковые, минимизированы и сконцентрированы все на первом году обучения, с тем, чтобы второй год вы могли спокойно там ездить на стажировки, о чем этот вопрос уже был, ну и вообще спокойно работать над диссертацией. Расписание, по которому учатся вот сейчас аспиранты первого года обучения, то есть те, кто в прошлом году поступил, тоже есть на сайте. Можете посмотреть, сколько пар, но сложно сказать. Значит, смотрите, я просто перечислю, какие дисциплины. Ну, иностранный язык, историй, философии, науки, который заканчивается кандидатским экзаменом, иностранный язык уже сдали, значит, уже занятий нет, историй, философии, науки будут сдавать вот-вот. И специальные дисциплины, академическое письмо, теории и методы современно-исторического познания, новейшая мировая историография и теория стыченковедения и практики стыченковедческого анализа. Но это не значит, что каждую неделю эти занятия, там такое сложное расписание, но получается, что 2-4 пары раз в 2 в неделю. Но это же, понимаете, не с ноября по июнь, а, ну, в общем, посмотрите, расписание, оно есть, я думаю, что это более наглядно. Так, значит, как будет проходить экзамен, сколько вопросов, устный или письменный? Значит, это я так понимаю, что это экзамен по специальности, но называется это у нас не экзамен, а вступительное испытание, хотя давайте говорить экзамен, не будем умножать сущности без необходимости. Я уже сказала, что полэкзамены, если хотите, письменный, полэкзамена устный, то есть конкурс личных индивидуальных достижений или конкурс под фолио, ну, это письменный, естественно, и не экзамен, а собеседование. Есть программа собеседования, но чем собеседование отличается от экзамена? И если вы сравните программы собеседования и вступительные в экзамен прошлого года, вы увидите, что собеседование более творческий экзамен, чем традиционный экзамен, который строился по билетам, там было два вопроса и так далее. Собеседование есть собеседование, вы должны проявить свои знания в рамках программы, но применительно к той теме, которую, в широком смысле, конечно, которой вы собираетесь заниматься. То есть практически сколько вопросов, ну, собеседование, это вот с вами будут беседовать, сколько вопросов возникнет у комиссии, столько и зададут. Так, а предполагаемый научный руководитель должен быть из исторической школы или есть возможность писать работу под руководством преподавателя из других школ в грамках гуманитарного факультета? Да, можно под руководством другого человека, но, коллеги, обратите внимание вот на что. Я не знаю, насколько есть смысл это сейчас разъяснять, но думаю, ладно, лишним не будет. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что аспирантура – это теперь такая же ступень образования, как бакалавриат и магистратура. То есть формально аспирантура не нацелена на защиту кандидатской диссертации, но это формально. Фактически, собственно, цель подготовки аспиранта не только в том, чтобы он успешно сдал государственную итоговую аттестацию и получил диплом об окончании аспирантуры, но и в том, чтобы он защитил диссертацию. Когда вы выходите на защиту диссертации, это уже происходит не по правилам высшей школы экономики, а по правилам высшей диссертационной комиссии, и научный руководитель должен предоставить список своих трудов, с тематикой которых совпадает тематика вашей диссертации. Поэтому, когда мы утверждаем научных руководителей, здесь неважно, из школы исторических наук он или из какой-то другой школы, но он должен отвечать вот этому требованию совпадения, в широком смысле, конечно, но совпадению тематики исследований. Так, академическая аспирантура – другое направление. Нет, это наша аспирантура. Это программа академическая аспирантура, на которую конкурсно отбираются поступившие в аспирантуру. То есть сначала вы поступаете по общим правилам, а потом из поступивших, из тех, кто изъявил такое желание обучаться по программе академической аспирантуры, идет отбор в академическую аспирантуру. Учатся все вместе. Ну, вы понимаете, что вот у нас в этом году первый курс 12 человек, и из них двое на программе академическая аспирантура обеспечивает для них какую-то отдельную программу, совершенно нецелесообразно, я имею в виду занятия. Вот, и поэтому основа общая – отбор конкурсный из поступивших. Так, про экзамен ответила, про академическую. А, где будут жить аспиранты? Ну, Алена Сергеевна уже сказала, что существенное преимущество высшей школы экономики и аспирантура в том числе, что все обеспечиваются общежитием. С этим проблемы пока ни у кого не было. Так, в каком порядке, когда аспирантам предоставляется общежитие? Вот на этот вопрос ответить не могу. Если вас он интересует, вы напишите мне на электронную почту, я уточню и вам отвечу персонально. но возможно, возможно, этот порядок где-то на сайте прописан. Алена Сергеевна, вам не попадалось нигде? Вот. Но претензий, в общем-то, ни у кого пока не было. Так, по-моему, все. Нет? Да. Дорогие друзья, есть ли у вас еще вопросы к академическому директору аспиранской школы? Так, что-то ее... Так, я просто теряю... А, самый последний. Нет, вот здесь вот чем занимаются, в отличие от... Нет, вот это лучше такое. Чем занимаются академические аспиранты, в отличие от аспирантов? А, это я просто смотрю, ответила на предыдущие. Но, вы знаете, честно скажу, что каких-то принципиальных отличий нет. Почему? Программа академическая аспирантура возникла, ну, по крайней мере, в школе исторических наук, а в высшей школе экономики в целом еще раньше, в 2012 году, когда у нас был первый прием в аспирантуру. То есть, до вступления в силу 273-го федерального закона, который регулирует образование в Российской Федерации. То есть, академическая аспирантура изначально предусматривала образовательную программу, она еще называлась аспирантура полного дня. 273-й федеральный закон, он предусматривает аспирантуру полного дня с образовательной программой для всех аспирантов. Поэтому вот это существенное отличие, оно несколько нивелировалось. Сейчас к академическим аспирантам чуть более дополнительные, скажем так, есть требования. В частности, они не могут работать вне высшей школы экономики, то есть, они предполагают, что они сосредоточены на учебе. Они имеют некоторый приоритет в получении стажировок, и дополнительные к ним требования они должны опубликовать за время обучения работу на английском языке. Но еще расскажу, что сейчас принципиальной разницы нет, и более того, сейчас, поскольку вот такой принципиальной разницы нет, прорабатывается вопрос о том, что перераспределение места в академической аспирантурии будет по итогам аттестации за учебный год. То есть не то, что вы поступили так три года в академический аспирант, поступили, отобрали вас в академическую аспирантуру, не справились с образовательной программой, соответственно, либо вообще человека исключают, либо переводят из академической в такую обычную стандартную. Такое направление, как военная история, средневековая история. Ну да, у нас все направления актуальны. Кстати, тоже на сайте есть перечень приоритетных направлений с указанием потенциальных научных руководителей, но это не значит, что нет других направлений. Поэтому, ну, военная история какого времени, я не поняла. Но не суть важна, потому что, хотя важно, почему? Потому что военная история все-таки рассматривается больше в связке с периодом, чем совершенно отдельно. Поэтому посмотрите на сайте, кто каким веком занимается, а если возникнут вопросы по тому, с кем вы могли бы сотрудничать, кто бы мог быть научным руководителем, тоже мне пишите. Обычно удается найти научного руководителя, и обычно такие контакты складываются. Так. В внутренней мобильности между Санкт-Петербургом и Москвой в случае поступления на отечественную историю в Москве можно ли пройти курс? Это, я не очень поняла, что такое мобильность, в каком смысле здесь вопрос про мобильность, может быть, вы уточните. Но предполагается, и тоже обращаю ваше внимание, есть учебный план, где перечислены все дисциплины, которые преподаются, и в учебном плане есть такая позиция дисциплины из другой образовательной программы. Естественно, что вы можете выбрать дисциплину из программы Санкт-Петербурга, но, честно говоря, я не очень понимаю, как это технически может выглядеть. Поэтому здесь проблема только в техническом обеспечении, освоении этой программы. Может ли обычный аспирант стать академическим в процессе обучения? Ну, в общем, я про это сказала, что такой развернутой практики пока не было, но вопрос этот сейчас прорабатывается, скорее всего, он будет решен положительно, но в любом случае это не такое массовое действие. Это единичные случаи, но, в общем, все возможно. То есть каких-то вот таких нормативных преград, препятствий для этого нет. Так, наверное, пока все, да? Вот, коллеги, если еще есть вопросы, то задавайте. Вроде бы все. Еще раз напоминаю, что возникнут вопросы, пишите, не стесняйтесь. Корпоративный адрес, я бы хотела написать, но думаю, вы еще там ошибки не поняли. Все есть на сайте, очень подробно. И на сайте, причем на сайте, на страничку аспирантской школы по теоретическим наукам можно зайти через аспирантуру, можно через приемную кампанию. Ну, в общем, не забудетесь, сайт, по-моему, вполне доступен и легко в нем ориентироваться. Так, Алина Забьевна, ничего. Так, коллеги, значит, если, то есть, по-моему, что-то, спасибо, это не за что, не за что. Учитесь и обрязчите. Если вопросов нет, то вам спасибо за проявленный интерес. Без всяческих вам успехов и приходите, у нас, по крайней мере, не скучно. Думаю, что не пожалеете и на диссертации поработаете, да и учебные курсы могут быть вам полезны. Успехов! Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!